Уголовное дело на падение на съемочную группу агентства Хабар снова возобновили. После публичного обращения сотрудников редакции все-таки решение прокурора удалось отменить. Это уже третья попытка наших коллег найти справедливость. Расследование длится почти 9 месяцев, но никак не дойдет до суда. Дело то закрывают следователи, то прокуроры, не замечая состава преступления. О бюрократических проволочках расскажет Кристина Юсичева. Ашика уже нет, а уголовное дело осталось. Напомню, в августе прошлого года съемочная группа агентства Хабар выполняла редакционное задание и хотела рассказать о работе мобильного приложения. Для этого направились в торговый центр «Достыкмол». Но охранники были против съемки и, применив силу, выставили журналистов за дверь. Чтобы отстоять свои права, корреспонденты и видеооператор написали заявление. Теперь уголовное дело то закрывают, то заново открывают. Последний раз уголовное дело было отменено прокурором города Петропавловска. Постанавливали об отмене. Сейчас дело находится в производстве отдела дознания управления полиции города Петропавловска. На сегодняшний день исполняются указания даны в ходе судебного расследования прокурором. И по результатам судебного расследования будет принято окончательное процессуальное решение. Доследование должны завершить в начале апреля. И затем следователи передадут материалы в прокуратуру. Отстаивать свои права журналисты собираются до конца. Так как считают, что есть важные доказательства – видеозаписи, которые полицейские, кстати, сначала потеряли, а потом их не смогли просмотреть прокуроры. Мы, представители потерпевших и потерпевшие, журналисты агентства Хабар, полагаем, что все необходимые доказательства собраны. Именно наличие состава данного уголовно наказуемого деяния и виновные лица должны предстать перед уголовной ответственностью. Мы подозреваем, что имеют место определенные попытки, скажем так, затянуть время. Дело в том, что срок привлечения к уголовной ответственности и, в частности, по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Республики Казахстан, он ограничен. Так или иначе, а законы, которые призваны защищать права представителей средств массовой информации, в Казахстане не всегда работают как надо. Считают и юристы, и представители Международного фонда защиты свободы слова «Адиль СОС». И история с нашей съемочной группой подтверждает это. И это при том, что совсем недавно в своем послании президент говорил о необходимости наличия в стране свободных и конкурентоспособных масс-медиа. Это незаконно. И почему до сих пор не сделали оценки надзорные органы этому всему? Значит, получается, у них отдельное государство. Они взяли, придумали себе отдельные свои правила и ими пользуются. И все должны жить по их законам. А где наши казахстанские законы? Почему защищают нас? По этой истории получается, что теперь здесь не разобрались в этом деле. И, значит, всем остальным можно теперь поднимать руку на журналистов, толкать, ломать им камеру. То есть дали добро фактически. Но мы сейчас это видим. Если это резонансное дело все же дойдет до суда, это будет первый случай в регионе, отмечают эксперты. До этого времени до суда дела по статье 158 Уголовного кодекса Республики Казахстан воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста не доходили. Кристина Юсичева, Руслан Алиев, Петропавловск. Итоги дня.